На днях музея боевой славы, расположенному в Жирновском педагогическом училище, исполнилось 15 лет со дня его основания. Репортаж об этом подготовлен Владимиром Петровым и Петром Меньшином. Многие в нашем районе знают о том, что в Жирновском учебно-педагогическом комплексе существует музей боевой славы, которому в этом году исполнилось 15 лет со дня его основания. И вот 14 сентября в актовом зале педкомплекса собрались участники торжества, чтобы отметить маленький 15-летний юбилей музея. В далеком, теперь уже в 1985 году, на педагогическом совете школы-интерната была высказана идея о создании этого музея. Идея сразу же стала воплощаться в жизни. Ее поддержали и одобрили тогдашние заведующие районно Николай Иванович Соломинов, ныне председатель районной думы, и председатель исполкома райсовета народных депутатов Иван Гаценко. Много усилий в создании музея. Воплощение мечты сделали преподаватели школы-интернат Юрий Антонюк, Иван Селезнев, Людмила Рыжанкина, Николай Грачев, Иван Федосеев, Вера Никишина. Но главным, конечно, остается и сегодняшний руководитель данного музея Юрий Петрович Сафронов, который бессменно, уже на протяжении 15 лет, является его бессменным руководителем и экскурсоводом. Бурными аплодисментами собравшись и встречает ветеранов Великой Отечественной войны и гостей праздника. Начинается торжественная часть, которую открывает директор учебно-педагогического комплекса Анна Ивановна Трифонова. Своё выступление она начала с обращений к тем, кто 55 лет назад принёс победу с полей Второй мировой войны, тех, кто освободил народы Европы от коричневой чумы. Анна Ивановна рассказала присутствующим о том, как создавался музей, как всё это было. В 1985 год в этом здании находится школа-интернат для обездоленных детей. Это те дети, трудные дети, от которых стараются в школах каким-то образом освободиться. Это те дети, у которых родители алкоголики, это те дети, у которых нет никого из родственников близких. Это дети, конечно, и с трудной судьбой и, соответственно, не очень приятным характером. В основном это мальчики. В это время в школе-интернат где-то более 100 человек, но в среднем, по-моему, я тогда была инспектором, где-то 120-150. Что делать? Конечно, воспитательная работа должна стоять на первом месте, учебная на втором. Почему? Потому что это такой контингент, с которым, прежде всего, которым нужно доказывать, что ты человек, что от тебя вот такие-таки требования в жизни понадобятся, вот такие-таки черты характера. Поэтому стал вопрос, кроме всех остальных направлений, стал вопрос о таком направлении, как военно-патриотическое воспитание. И на одном из педагогических советов Юрий Петрович Сафронов предложил создать музей боевой славы на базе кабинета истории. В то время он был у нас заместителем по учебной работе и преподавал предмет историю. Это предложение было полностью поддержано. Заместители по воспитательной работе Рыжанкина Людмила Михайловна, директор школы-интернат Селезневу Иван Васильевич, весь коллектив. Ну и, соответственно, наши сорванцы-мальчишки. Итак, предложение было принято. Музей ста покрохов собираться. Затем слово взял первый директор педагогического училища, а ныне его преподаватель Леонид Тимофеевич Москаленко. Своё выступление он посвятил 55-летней дате окончания Второй мировой войны, которая отмечалась в этом месяце. Он рассказал о героизме советских солдат и офицеров, а также наших земляков-жерновчанов, которые на полях войны и в тылу ковали победу над врагом. Присутствующие, минутой молчания, почтили память тех, кто не пришёл с полей Второй мировой войны. Выступает мэр города Жирновска Александр Васильевич Назаренко, который в дар музею принёс экспонат «Телефон времён Второй мировой войны». С особым вниманием собравшиеся выслушали выступление райвоенкома Василия Малолетенко, который в качестве экспоната для музея передал награды недавно ушедшего из жизни Петра Дмитриевича Кривошеева, участника Великой Отечественной войны. Он был вручён руководителю педкомплекса. От Москвы и разбежался на стенах рейхстага. Эти его награды пройдут в музей боевой славы. Со словами приветствия к ветеранам войны, преподавателям и студентам обратился начальник управления образования нашего района Валентин Усачёв. Рассказав о роли военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, он поблагодарил коллектив педкомплекса за прекрасно сделанный музей боевой славы и вручил руководителю музея Юрию Петровичу Сафронову грамоту. Затем начался концерт, который был организован силами преподавательского и студенческого корпуса педучилища. Зрители тепло принимали участников художественной самодеятельности. Каждый номер встречали аплодисментами. Особенно запомнилось, когда участники самодеятельности танцевальной группы Ассорти пригласили на танец ветеранов Великой Отечественной войны. Затем ветераны направили на танец ветеранов Великой Отечественной войны. Он стал как бы сегодня межрайоном, поскольку в училище обучаются и обучались ребята из многих уголков нашей области. Студенты взяли инициативу в свои руки и дружно приступили к сбору материала. Постепенно здесь стали появляться документы, письма, воспоминания об участниках Великой Отечественной войны. Имеются доклады и рефераты. Есть здесь и боевое оружие, искореженные ружья, автоматы, гранаты, осколки от снарядов, полевые сумки, пилотки и многие другие. В частности, здесь находятся материалы о боевом пути Дубинина, Манилова, Козаренко, Селезнева, Нетеса и других ветеранов. На одной из стен висят парадные мундиры майора Ивана Ивановича Семенова и полковника Ивана Васильевича Скорицкого. И даже сохранилась грамота последнего, лично подписанного командующим Северо-Кавказским военным округом, маршалом Советского Союза Еременко. Сегодня в музее насчитывается более 200 экспонатов и реликвий. С каждым годом их становится все больше и больше. Только за 1995-1996 учебный год музей пополнился 25 экспонатами. В нынешнем году таких стало 50. Мы находимся в зале боевой славы Жирновского педагогического училища. Мой собеседник военком Жирновского района Василий Владимирович Малолетенко. Василий Владимирович, нужны вот эти вот залы? Большое счастье – это счастье любого учебного заведения, которое позволяет себе иметь вот такой зал. Он и музей, и зал боевой славы. Это класс номер один любого учебного заведения, где, с чего должно начинаться не только военно-патриотическое воспитание учащегося, но вообще должно воспитание гражданина начинаться с этого класса. Класс номер один. Я желал бы, чтобы каждое учебное заведение в нашем районе имело не хуже зал боевой славы или просто музей, такой, как в педагогическом комплексе. Вот тот, кто создавал этот зал, Юрий Петрович Сафронов, на днях ему исполняется, ну, юбилей, короче говоря. Что бы вы могли сказать об этом человеке? Юрий Петрович – великая энергия человека. Это человек удивительный. Удивительный прежде всего тем, что он предан своему делу до мозга в кости. И эта преданность, она передается и на тех, кто окружает Юрия Петровича. Удивительная энергия исходит от этого человека, когда разговариваешь с ним, беседуешь. Именно энергия воспитательного плана. И в день его юбилея, в канун его юбилея, хотелось бы, прежде всего, пожелать Юрию Петровичу крепкого, воистину русского, такого богатырского здоровья. Чтобы его энергия не иссякала, и чтобы он также передавал эту энергию подрастающему поколению с таким же энтузиазмом, молодым задором и с любовью. Юрий Петрович, мы вас не просто уважаем, мы благодарны за то, что вы создали этот класс номер один педагогического комплекса. За то, что вы продолжаете совершенствовать этот класс. И за то, что вы человек номер один, который проводит военно-патриотическое воспитание в стенах этого училища. Так уж случилось, что 15-летний юбилей Школьного музея боевой славы совпал еще с одним юбилеем. Круглой датой его основателя Юрия Петровича Сафронова. О жизненном пути которого мы расскажем вам, уважаемые телезрители, в одной из ближайших телепрограммах. На прошлой неделе мы разознакомили вас, уважаемые телезрители, с 15-летием создания на базе учебно-педагогического комплекса музея боевой славы. У истоков его создания стоял преподаватель Жирновского учебного педкомплекса по основам безопасности и жизнедеятельности Юрий Петрович Сафронов. Символично то, что свой юбилей и юбилей музея совпали. В день его рождения мы побывали в учебно-педкомплексе и встретились с юбиляром. С неохотой он рассказывал о себе, о своих родителях. Считает, что он особо за свою жизнь ничего не сделал. Ну, сегодня действительно у меня юбилей, очень серьёзный юбилей. Это, наверное, уже не юность, а полная зрелость, где не видно и начало, и нет, наверное, пока конца. Ну, я из потомственной учительской семьи продолжаю дело своих родителей. Работаю в данном случае в педагогическом комплексе. Ну, до учительства мечтал быть военным. И в 1949 году попал в Батайское авиационное истребительное училище. В 1952 году кончил это училище, летал. А потом был демобилизован в связи с сокращением армии. Так называемые миллион двести человек были сокращены из рядов армии. Ну, говорят, чем я вот сейчас живу в этой жизни. Ну, во-первых, работой, в свои раз. Наверное, вниманием своих и благодарностью своих учеников, выпускников, которые меня, ну, в общем-то, не забывают, а всё время справляются о моём здоровье, присылают фотографии, присылают письма, телеграммы. Ну, в общем, чтут. Спасибо им. Ну, самым интересным делом на моей работе является музей боевой славы, которому недавно мы отмечали 15-летие. Нужно сказать, что он приковал очень большое внимание не только моих воспитанников, учащихся, но и взрослых, участников Великой Отечественной войны. Ну, это меня в какой-то степени поднимает, в какой-то степени, значит, вдохновляет. И, в общем-то, я, как и все, живу обыкновенной российской жизнью. Илья Петрович, у вас замечательные дети. А пошли они по вашим стопам? Вы понимаете, вот дети – это наши судьи, как говорят. Вот. Ну, они, в общем-то, пошли по моим стопам. И самое главное, что у каждого из них была мечта. Одна, один, значит, хотел быть гуманитарный цикл закончить какой-то, другая хотела быть медиком. Ну, Михаила вы все знаете, Лена работает в Волгограде стоматологом. Вот. Ну, внуки у меня хорошие, тоже растут. Вот. Ну, боевые такие. Ну, в общем-то, с сафроновским таким духом. Особенно бабки наши, которые, все знают, энергичная была женщина такая. Ну, а так, в общем, жизнь проходит в полной озабоченности, в хлопотах. Я все время поддерживаю родственные отношения с своими родственниками, премианниками. Ну, и, конечно, без этого жить никак нельзя. Покривил душой Юрий Петрович, лично я его знаю, уже более 35 лет. Да не любит он вообще-то о себе рассказывать. А ведь, кроме всего, он был директором в 60-е годы восьмилетней школы. Ныне в этом здании расположен центр детского творчества, который находится в настоящее время на ремонте. В полную силу раскрылся талант нашего героя, когда он пришел на работу в Жирновскую школу-интернат, где работал и заучим, и директором. Он был отцом обездоленных детей. Они сейчас пишут любимому директору и педагогу письма благодарности за то, что он поставил их на правильный путь. И сегодня Юрий Петрович – один из любимых учителей и студентов педагогического училища. Вот одно из данных нам интервью студенткой группы 22. В группе Юрий Петрович Сафронов вел предмет истории. Что-нибудь у вас осталось в памяти? Я обращаюсь к одной студентке Ирине Морозовой. Группы 22. Когда я училась на первом курсе, то урок истории у меня вел Сафронов Юрий Петрович. И он мне очень нравился как преподаватель. Он интересный очень, много рассказывал и преподавал очень интересно. Также он еще вел у нас такой предмет, как ОБЖ. На днях Юрий Петрович отметил свой юбилей. И я бы хотела пожелать от всей группы ему здоровья, еще прожить столько, сколько он прожил, счастья, успехов и в учебе, и в работе, и во всем. О том, что хорош наш юбиляр, что он является авторитетом и у преподавателей, и работников педкомплекса, рассказал первый директор педучилища, много лет знающий юбиляра, Леонид Тимофеевич Москаленко. Юрий Петрович, это мой коллега. Это из когорты историков, обществоведов, людей, которые несут знания об истории нашего Отечества, нашей Родины, о тех делах, которые наш народ совершил в годы Великой Отечественной войны, к примеру, да, в послевоенные годы, в настоящие дни. С Юрием Петровичем мы работаем рука об руку и до сегодняшнего дня. Я знаю, что это человек ищущий, творческий. Ну, к примеру, вот наш музей. В педагогическом училище имеется музей боевой славы. Это его рук дело. Он был основателем этого музея. В музее собран богатейший материал об истории Великой Отечественной войны, о наших земляках, о наших героях, а их у нас 10 героев Советского Союза, выходцев из Жирновского района. Кавалер ордена солдатской славы трех степеней, Хабаров Николай Андреевич. Это другие рядовые офицеры, которые тоже много сил вложили для того, чтобы страна победила. А затем послевоенные годы, годы восстановления, годы напряженнейшего труда. И вот это вот все проходит и в работе, и через музей. Дело военно-патриотического воспитания, как известно сейчас, оно как-то поднимается на новую ступень. Какое-то время было забыто. Это, к сожалению, к глубочайшему сожалению. А сейчас это необходимость. Сама жизнь заставила нас работу по военно-патриотическому воспитанию поднять на новый уровень, потому что это необходимо. Старые верные друзья по праву называют его сталинским соколом. Верности воинской присяге, любви к российской армии у него, у офицеров в запасе, а сегодня в отставке не занимать. Он гордится тем, что прошел службу в авиации. Большое счастье. Это счастье любого учебного заведения, которое позволяет себе иметь вот такой зал. Он и музей, и зал боевой славы. Это класс номер один любого учебного заведения, где, с чего должно начинаться не только военно-патриотическое воспитание учащегося, но вообще должно воспитание гражданина начинаться с этого класса. Класс номер один. И я желал бы, чтобы каждое учебное заведение в нашем районе имело не хуже зал боевой славы или просто музей, такой, как в педагогическом комплексе. Вот тот, кто создавал этот зал, Юрий Петрович Савронов, на днях ему исполняется юбилей, короче говоря. Что бы вы могли сказать об этом человеке? Юрий Петрович великая энергия человека. Это человек удивительный. Удивительный прежде всего тем, что он предан своему делу до мозга в костей. И эта преданность, она передается и на тех, кто окружает Юрия Петровича. Удивительная энергия исходит от этого человека, когда разговариваешь с ним, беседуешь. Именно энергия воспитательного плана. И в день его юбилея, в канун его юбилея, хотелось бы, прежде всего, пожелать Юрию Петровичу крепкого, воистину русского, такого богатырского здоровья, чтобы его энергия не иссякала, и чтобы он также передавал эту энергию подрастающему поколению с таким же энтузиазмом, молодым задором и с любовью. Юрий Петрович, мы вас не просто уважаем, мы благодарны за то, что вы создали этот класс номер один педагогического комплекса, за то, что вы продолжаете совершенствовать этот класс, и за то, что вы человек номер один, который проводит военно-патриотическое воспитание в стенах этого училища. И вот коллектив учебно-педагогического комплекса собрался на вечер, чтобы поприветствовать Юрия Петровича в день его юбилея. Не могла не сказать доброе слово в адрес юбиляра директор педкомплекса Анны Ивановны Трифонова. Да, это наш коллега, действительно, он выполняет обязанности организатора основ безопасности жизнедеятельности. Он не является заместителем моим. Что можно сказать об этом Юрию? А Юрий Петрович очень добросовестный преподаватель, всегда относится к своим обязанностям с полной ответственностью. И я считаю, что 70-летний юбилей как раз вершина, что ли, его достоинств в преподавательской работе. Вот возраст для этого человека не имеет никакого значения. Вот сколько я его знаю, а знаю я его много лет, он всегда считаю в одной паре. Всегда энергичный, молодой, жизнедеятельный такой и очень добродушный. Всегда относится к своим коллегам хорошо. И считаю, что выполняет любые просьбы, с которыми к нему обращаются. А это просьбы написать плакат, например, что-то нарисовать или помочь провести какой-то классный час, используя свой музей. Считаю, что человек прожил хорошую жизнь с полной отдачей и думаю, что еще будет продолжать работать в этом направлении. Итак, дорогой Юрий Петрович, мы присоединяемся ко всем подраздравлениям, прозвучавшим в твой адрес. Здоровья тебе, семейного благополучия и долгих лет жизни. Музея Боевой Славы, Сафронова Юрия Петровича. Не только знать, но и помнить о событиях тех далеких суровых дней. Сегодня, наряду с многочисленными памятниками архитектуры, мемориальными комплексами, сохранились реликвии военных лет, которые для нынешнего поколения стали экспонатами музеев боевой славы. Юрий Петрович Сафронов в своем детище, музее, расположенном в Жирновском педагогическом комплексе, ежедневно дает возможность ребятам потрогать их руками, соприкоснуться с живой историей. Ребята не только посещают музей, но и пополняют его фонды. Так, буквально этим летом, учащийся от 9-го Б-класса Жирновской школы номер 3 Владимир Паснов подарил музею целый стенд экспонатов. Это было откопано в окопе в Калачевском районе поселок Пархоменко. Там отдыхала там жилет моя бабушка и мы с пацанами тайком бегали, копали. Потом, позже, мы присоединились к поисковому отряду под названием поиск. И вот, копали. А что толкнуло тебя на раскопке? Ну, не знаю, как бы азарт, можно сказать. Потому что интересно, все, что было тогда. Память о прошедшем времен. А что ты чувствовал, когда находил эти реликвии, держал в руках первый раз? Ну, я не знаю. Можно сказать и гордость, можно и страх. Потому что копаешь, не знаешь, что откопаешь. Можно нарваться на мину, на гранату и взорваться. А так, если откапываешь безопасный, тогда можно радость считать. Все, что копаю, всегда сдаю в четвертую школу, в музее боевое слово. В этом музее буквально по крупицам собраны уникальные реликвии военных событий. Гильзы, гранаты, каски, бытовое снаряжение, письма фронтовиков, их боевые награды, личные вещи. Живое напоминание потомкам о беззаветном мужестве, силе духа и стойкости советских бойцов в годы Великой Отечественной войны. Много экспонатов музея относятся к теме Сталинградской битвы, той, о которой сегодняшняя молодежь знает не только по урокам истории. У меня была двоюродная бабушка, она здесь была, погибла тоже от немцев. Она ходила, в общем, как, после войны собирала там оружие и немец, который был ранен, застрелил ее. Это ей нравится здесь музей? Это первый раз? Нет, я уже здесь очень много раз был, мы сюда приносили экспонаты очень многие, уже приходилось здесь бывать. Ты тоже приносил экспонаты? Да, было дело. Музей боевой славы, их в Жирновском районе единицы, а ведь именно здесь, благодаря, иначе не скажешь, самоотверженности их руководителей, хранится память о героическом прошлом нашей Родины. Это основы военно-патриотического воспитания. Сейчас они это у нас получают пока еще через музей. Немножко подрастут, мы их, конечно, и в военные лагеря, и в училищи будем рекомендовать. Недавно военком боссов приходил, пропагандировая военные учебные высшие заведения среди наших детей. Мы готовим их к армии, и на уроках физкультуры, и на истории, особенно в музее. Все они сюда приходят, прикасаются к подвигу, и полное, так сказать, намерение служить в российской армии у них есть. Я думаю, что за них можно ручаться. В зале Музея боевой славы Жирновского педагогического училища проходят все мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. Встречи с ветеранами, тематические уроки. Один из них, посвященный битве под Сталинградом, состоялся вчера с учащимися восьмого класса Жирновской муниципальной школы номер 4. Минутой молчания почтили ребята память погибших воинов, защитников Сталинграда. Как бесценную реликвию передавали из рук в руки медаль за оборону Сталинграда. Это дар музею вдовы защитника города-героя Ильи Капитоновича Тетюшкина. Затем Юрий Петрович Сафронов рассказал ребятам об истории Сталинградской битвы, ее защитниках-героях, ознакомил с цифрами и фактами хроники тех событий. За большой труд в поисковой работе и неоценимый вклад в пополнение фонда-музея Юрий Петрович вручил книгу Михаила Алексеева «Мой Сталинград» и небольшую денежную премию ученику девятого класса Жирновской школы номер 3 Владимиру Пастнову. А за содействие в организации работы музея директору 4-й школы Людмиле Рыжанкиной подарил набор открыток «Главная высота России». Какое было мужество, какой был героизм, какая была несгибаемая воля у тех людей, что шли защищать Сталинград. О них было сказано «железный ветер бил им в лицо», а они все шли и шли вперед. И снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку, смертны ли они? И вот эти идущие в атаку люди, простые смертные, которые потом запечатлились на Мамаевом кургане в граните, в мраморе, в камне, они как будто бы отвечали «Да, мы были простыми смертными и мало кто уцелел из нас, но все мы выполнили свой спященный долг перед Матерью Родиной». Так вот, мне очень хочется, чтобы вы, ученики школы, ученики пока еще только восьмого класса, по возможности всегда выполняли свой долг перед Родиной. Ваш долг пока еще небольшой. Ваш долг пока еще хорошо-хорошо учиться. И вы этим принесете большую пользу нашей стране, нашему государству. А, конечно, если вы будете еще и патриотами своего государства, это будет замечательно. Для этого изучайте историю нашего государства, нашей Родины, нашей Волгоградской земли и берегите эту историю. Несите ее дальше, как факел, как данка нес в свое сердце. Вы точно так же несите вперед эту историю, чтобы потом рассказать новым поколениям, рассказать своим детям. Вот только в этом случае земля наша будет крепкой, могучей и непобедимой. Если мы будем все едины, быть такими едиными, как были наши земляки, защищая Сталинград. В заключении ребята прошли по залу музея, ознакомились с его экспонатами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова